Глава Чувашия Михаил Игнатьев сегодня находится в Москве. В правительстве России он обсудил вопросы финансирования социально значимых программ из федерального бюджета. Речь шла о работе по снижению напряженности на рынке труда. По договоренности с премьер-министром российского правительства Дмитрием Медведевым в программе занятости примут участие более 4,5 тысяч человек, из которых 60% работники предприятий концерна тракторной заводы. Общий объем финансирования программы 154 миллиона рублей. Глава Чувашии обсудил вопросы предоставления второго транша на строительство нового корпуса онкодиспансера. Первый в размере 195 миллионов рублей уже поступил. Кроме того, должны поступить 500 миллионов рублей на сбалансированность республиканского бюджета Чувашии. С учетом указанной суммы дотации на эти цели в 2016 году составит более 840 миллионов рублей. О том, какие еще вопросы актуальны для республики, обсудили на еженедельном совещании правительства Чувашии. К сожалению, в Чувашии продолжают тонуть люди, констатировал председатель Госкомитета по делам ГОЧС Вениамин Петров. Несмотря на все принимаемые меры, список растет. Только в воскресенье в пруду в Чебоксарском районе утонул 6-летний мальчик. Причина – невнимательность взрослых. Большая часть несчастных случаев на воде происходит именно вне мест специально оборудованных для купания и отдыха населения. Хотя рейды муниципального образования совместно с правоохранительными органами, с нашими спасателями, с инспекторами ГИМС проводят регулярно, но одним рейдом вопрос мы не решим. На сегодняшний день в Республике 18 происшествий, в прошлом году было 19, и утонули у нас 19 человек, в прошлом было 15, то есть увеличение на 26,7%. Вениамин Петров и все правительство Чевайши убедительно просят людей ответственнее относиться к своей безопасности и безопасности детей. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики в этом году составляет 4,103,000,000 рублей. По состоянию на 23 июня 2016 года из 3,959,5 миллионов рублей объем заключенных государственных и муниципальных контрактов составляет 2,962,7 миллионов рублей, то есть 75%. На остаток средств в сумме 996,8 миллионов рублей, 25% в настоящее время, учитываются конкурсные процедуры по определению исполнителей дорожных работ, завершение которых запланировано в июле 2016 года. В Минстрое читался о реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. До сентября 2017 года необходимо переселить более 13 тысяч человек. Сегодня по результатам трех этапов новые квартиры получили ровно половина. До конца текущего года нам необходимо переселить порядка трех тысяч граждан из аварийных домов площадью 41 тысяч квадратных метров в 12 муниципальных образованиях республики. Это по второму и третьему этапу. Председатель Кабинета Министров Иван Маторин поручил уже сейчас организовать всю необходимую работу по выполнению четвертого этапа программы. В фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства министерством защищена заявка на предоставление финансовой поддержки. В республику поступил аванс 239 миллионов рублей. Органами местного самоуправления начата работа по подготовке земельных участков под строительство, проектов и проведению процедур торгов. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика.